С рабочим визитом в Новошахтинск приехала министр труда и социального развития Ростовской области Елена Владимировна Елисеева. Традиционно в приёмной губернатора состоялся приём граждан города, на который записались 8 человек. Вопросы в основном касались социальных выплат и трудных ситуаций достижения данных льгот. Елена Владимировна, вникая в каждый конкретный случай, старалась дать максимально полное разъяснение и определить пути выхода из сложившейся ситуации. Пользуясь случаем приезда министра к нам в город, наша съёмочная группа спросила, как на практике работают законы, о которых говорил президент в послании к Федеральному собранию. В принципе, законы ещё не приняты, которые разрабатываются в соответствии с посланием президента этого года. Единственное, что хочу сказать, что по линии социальной защиты добавится одно направление работы – это выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Мы в марте ожидаем принятия федеральных нормативно-правовых актов, но распространяться закон будет, действовать закон будет с 1 января 2020 года. То есть мы обязательно сделаем всем доплаты за тот период, который положен будет той или иной семье. А вообще, в принципе, сегодня направление поддержки семьи с детьми в Ростовской области достаточно большое количество, их всего 16, это федеральных 8 направлений и 8 областных направлений. И сегодня мы готовы поддерживать семьи, в которых родился и первый, и второй, и третий, и последующие дети. И причём, чем больше детей в семье, тем на большее количество мер социальной поддержки может претендовать семья. Ну и, конечно же, в свете послания президента сегодня мы придаём особое значение работе с социальными контрактами, а это помощь семьям для выхода из трудной жизненной ситуации, в которую они попали, увеличиваем количество средств, направляемых на это мероприятие, и самое главное, будем очень чётко отслеживать конечные результаты. Наша с вами задача и со всеми органами социальной защиты – это то, чтобы семьи не просто вышли из трудной жизненной ситуации, а чтобы значительно увеличился доход каждой семьи. Министр обратила внимание на то, что доработка законов – это процесс небыстрый, поэтому волноваться не стоит. В своё время все, подавшие определённые документы, получат необходимые выплаты. Я пишу соцзащита. Спасибо. Спасибо.